Вода на полу Я с 25-го дома, вот где я живу. Лай собак, слышно и день, и ночь. Это меня беспокоит. И еще, запах, и она выносит с квартиры фекалий, я не присоединяюсь сказать. Собачьи там, уши свои, у них ничего не работает. И выливает все в помойку. Меня тоже это коробит, мне это не надо. У меня открыто окно на улице Жарка, у нее тоже открыто окно, я на первом этаже, и только слышно гав-гав-гав, гав-гав, 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 ночь, полночь, в любое время спуток собаке гав-гав. Ну как так, я не знаю. Здесь можно добавить всего. Лай собак, оказывается, не является нарушением тишины. Мы обращались в администрацию с этим вопросом, в полицию, и нам отвечают, что в законе о тишине Владимирской области нету такого понятия, что лай собак – это тишина. То есть, с чем нам отказали в возбуждении, делая отношения Романова и Пакова. Постоянный запах в подъезде. Зайти невозможно. С ребенком поднимаемся на лифте, на велосипеде. Зайти невозможно, дышать просто нечем. Глаза режут. Мы живем на втором этаже, она на восьмом. Все равно разницы никакой. Ночью заходишь на кухню, постоянно тараканы по столу ползают. Полная антисанитария, даже в чистом помещении. Боимся, что ребенку может заползть тоже или в ух, или еще куда-нибудь, где-то таракат, грубо говоря. Потому что невозможно. Включаешь вечером свет, они все вот так просто сбегаются. От вот такого до вот таких дорог. И морешь, и все. Это все равно себе столько. Это за шесть дней. Когда они ползают, они ползают и по занавескам, по окнам, они везде ползают. Вот с двух сторон, пожалуйста. Здесь только борьба с тараканами. Как будто мы только и живем, чтобы таракан... А денег сколько идет? Ужас один. Вот пенсию получаешь, таблетки купишь, и тараканам кормишь. Все. Ну а наши квартиры вообще находятся. У них 65-я квартира, у нас 66-я. К двери просто подойти невозможно. Вот мы сегодня пришли из магазина, около двери на полу. Ну прямо, извините, намазано дерьмом. Я стала говорить, да что это такое? Говорю, опустились, до чего? Говорю, хоть вымойте. Но я услышала отборный мат и угрозу в свой адрес. Ты должен был держать свою вонючку открытой, а? Задолбала. Уже дышать нечем. Тараканов полно. Вони сейчас тебя, задолбала. Ты когда будешь с людьми-то считаться? Да ты на себя посмотри, я не претендую на красоту, я не молодею. Это что называется? Берешься, мужчины берешься, меня как тронул зарос, посмотрите. Дура. У меня окна рядом с их окнами. Я вообще окна не открываю. Представляете, была такая жара, у меня все закрыто, как можно спать. Я ночью выходила вот на лавочку и сидела, потому что дышать невозможно, мне тяжело. Как вывозили, ну открывали их дверь, поскольку мы рядом, нас брали в понятые. Просили нас в квартиру войти, говорят, нет, в квартиру мы не пойдем, а все к нас миллионы, мы туда не пойдем. Хотя они говорят, что мы захватчики, мы хотим захватить их квартиру. Вот она нам никуда не впилась, ни в одно место. Вывозили, заставили, все вот здесь вот, только к дверик наш не прислоняли. Оттуда текло, тараканы, была тьма. Нас и просили не выходить, как просили в квартире, чтобы мы вошли. Так мы старались не выходить. Вонища была жуткая, грязище была жуткая. Она кричала, у нее выносят, она выдирает дальше. Оттуда она туда. Нападала на тех, кто вычищал квартиру. Все это есть на видео, снятое телевидение было. Она нормальная. Ладно, туалет открывай. Открывай, открывай. Открывай вон. Открывай еще больше. Там что? Там ничего? Они были все одеты в белых полностью костюмах, в масках. Но все равно их всех тошнило, рвало. Девочки приходили, их рвало. Прямо мы им там помогали. И на улице рвало, и у нас рвало, и кровололом их отпаивали. Плохо всем было. Даже мужики, они придут и скажут, а мы немножко выпили. Мы говорим, ну понятно, а как тут не выпить те, которые это вычищали. Это же невозможно на все на это смотреть. Там миллион тараканов. Миллион. Целый день она мне спать сегодня не давала. Что с ними делать? Люди, конечно, не безобидные, не безопасные. Ни ночами не спим, ни днями не спим. Но надо какие-то меры принимать. Складывается впечатление, что у нас в городе просто без власти. Власти не работают. Мы живем здесь седьмой год. Шесть с половиной лет назад мы приехали, у них было четыре собаки, о которых мы, конечно, тоже не знали. Когда узнали, мы от этого выпали в осадок. А теперь там 24 или больше, потому что полтора года назад там было 14. А они плодятся у них без ограничения. Мы слышим постоянно писк маленьких кутят. Сколько там? Непонятно. Выводят они только четверых. А остальные все делают на потолок в соседней квартире. Надо выселять этих недобрособестных. Выселять надо. Выселять. Потому что другие меры никакие не помогают. Ей в том году вывезли все за счет домовых денег. Весь этот хлам и мусор, который она с мусора приносит. Она бедно таскала. Ну и чего толку-то? Ну берут собаку, она новых притащит. Вообще с ней надо принимать меры. И меры не то, что там собрались, похихикали. И все, нужно строгие принимать с ней меры. Жить так нельзя. Вот смотри, со мной не встречайся. Мне терять нечего. Но я тебя башню пробью. Я тебе обещаю, башню и морду твою обезьянь. Спермина. Не подходи ко мне. Я желаю на тебя. Без власти в городе. Без власти. Потому что, ну, кто-то же должен быть, кто должен, в конце концов, сказать, ну, хватит издеваться над людьми. Так же нельзя. Нет. Никому это не надо.